Приветствую всех подписчиков моего канала и просто зрителей. Недавно мне задали вопрос про то, стоит ли покупать дешевые маски-хамелеоны. Стоит ли покупать сварочные маски-хамелеоны, которые очень недорого стоят. Дело в том, что разброс цен просто огромный сейчас на рынке. Можно сказать, что в 50 раз есть дороже маски, чем, например, вот эта недорогая у меня. Ну и люди в растерянности, так что покупать какую-то дрянь, какую-то глупость, которая потом будет убивать глаза или не покупать. Давайте подумаем, что должно быть, подумаем, я скажу, что должно быть в сварочной маске-хамелеон. То, что обязательно должно быть. Итак, первое, это должна быть регулировка степени затемнения, плавная. Вот степень затемнения очень играет большую роль. Особенно для начинающих сварщиков. Я вам скажу, что как только попробуешь маску, и особенно с плавной такой регулировкой, то намного лучше начинаешь варить, начинаешь соображать, как ты варишь. Потому что стандартные маски, их делают максимально черными. Почему? Потому что неизвестно, в этой маске человек будет работать в каких условиях. С полуавтоматом, с газовой сваркой, с электродной сваркой, ну, дуговой, с плазменной резкой. Ну, мало ли с чем человек начнет работать. Далее, будет он издалека или вблизи варить, так это тоже большую очень роль играет для проникновения в глаза. Поэтому их делают максимально черными, и в них видно еле-еле какой-то блестящий огонек. И если не имеешь многолетнего опыта, то сложно в этом огоньке что-то разобраться. Здесь же, так, мало, слишком тебе ярко, чуть-чуть увеличил затемнение. Вот, чуть-чуть. Как раз на глаза становится хорошо, и в то же время очень четко видишь, как этот огонечек горит, как там плавится эта ванна, куда швак отлетает. Ну, чрезвычайно точно можно отрегулировать, и значительно качественнее получается твоя работа. Потому что ты видишь, четко уже видишь, что ты делаешь. Вот, вблизи приблизился тебе, вблизи надо варить, значит, увеличил затемнение. Издали уменьшил, потому что и так уже свет слабее. Благодаря вот плавной регулировке, так, это, ну, намного, намного увеличивается качество работы твоей. Плавная и до скольких? Приходилось видеть маски от 9 до 11 дин. Вот мало 11 дин. Для некоторых работ, да, а очень часто стыкаются ситуации, когда ставишь 12-13 дин. 11 дин мало. Начинают глаза, скажем так, не выжигаться прямо уж так, а все-таки явно усталость чувствуется. Покраснение, все, приходится брать капли там, например, противовоспалительные. Кто не знает, индоколир, советую. Индоколир с двумя л. Это уж так не хватает. Значит, до 13-1 дин должно быть. Вот. И стандартный регулировщик идет от 9 до 13-1. Регулировщик ставит снаружи. Это очень желательно, чтобы было именно плавно. Далее, внутри, из регуляторов, так, из регуляторов, которые обязательно должны быть, это чувствительность. Слабая или высокая. То есть, насколько быстро реагируете, затемняет. Ну, некоторым бы казалось, что поставь высокую и все, на все случаи жизни хватит этой высокой чувствительности. Ну, не то. Бывает только-только электродом. Пара искорек, тебе уже черно. Все, ты уже не видишь, куда ты течешь. Уже рука может в сторону уйти. Вот если долго разжигается электрод, течешь, течешь, чуть-чуть. Искорка, одна-две, это совершенно никакого вреда для глаз. Нет, все, затемнилось. Или другая казусная ситуация. Вот буквально вчера. Варю что-то там, и там в двух метрах лампочка. Вот. Так, когда я закрылся за лампочкой, я все вижу сквозь стекло. Так, только поднял глаза и лампочка. Лампочка с двух метров посветила в маску, она раз затемнилась. Ну, зачем такой? Так, ставишь ниже чувствительность, тогда она позже затемняется. То есть, этот регулятор должен быть. Хорошо, если он хотя бы имеет два положения. Вот, низкое и высокое. Обычно для домашней, для электродной сварки хватает. Итак, это пишет sensitivity на маске. Low-high, то есть, низкое и высокое. Это чувствительность. Далее, delay, задержка. Это насколько быстро затемняется, светлеет маска. Светлеет после того, как гореть перестала. Тоже, если долго, приходится ждать, пока тебе посветлеет. Ты не видишь, приходится длинные паузы делать в работе. Если ставишь короткую, так, особенно если ты вблизи варишь, то может быть такая ситуация, что маска просветлела, а там еще довольно-таки светит. Это не горит сама сварка, но еще сама ванна. Кипит белый такой металл, и он глаза режет. Если это вблизи, тогда лучше ставить задержку. Вот этот delay, так, slow, так, медленную задержку. Пусть позже темнеет. Варишь, если нет такой ситуации, ставь быструю, она раз и просветлела, только ты варить перестала. Но в некоторых моделях есть еще такое переключение на weld grind, то есть weld это сварка, grind это болгарка. Шлифовальная машинка. То есть, как бы работаешь болгаркой, и что мне не шла реакция на эти искры, так, то ты можешь болгаркой работать. Но скажу вам это, в принципе, нужно или не нужно. Постольку, поскольку. Почему? Потому что я бы не советовал особо работать болгаркой. Во-первых, все равно 4 дина затемнения существует. То есть, в любом хамелеоне, в выключенном состоянии, все равно темнее и видно хуже. Поэтому хуже будет видно в болгарке. Потому лучше очки или маску специальную для болгарки, прозрачную. Во-вторых, летящие кусочки все-таки со временем царапают стекло. И довольно-таки быстро царапают стекло. Если это стекло вот этой маски для болгарки, то не проблема. Износилось, купил себе другое. А вот сварочное жалко. В комплект обычно входит еще одно запасное стекло. Но все-таки, какое это стекло? Пластик прозрачный. Он очень быстро царапается. Поэтому я, хоть и есть такой переключатель. Хорошо, если он есть. Ну, на крайняк придется. То все-таки увлекаться этим нельзя. Ну, и еще один момент. Поскольку в хамелеонах, всегда я говорю, еще в выключенном состоянии уже некоторые затемнения. Есть такое довольно ощутимое затемнение. И не всегда ты работаешь на улице под солнечным светом, где все хорошо видно. То хорошо бы, если была подсветка. Вот в этой модели есть подсветка. Дешевая модель, но подсветка есть. Ну, подсветка, скажем так, слабенькая. На рисунке в рекламе то написано, нарисованы прям прожектора. Но с такого расстояния полметра и ближе явно ощущается. Когда ты поднял, не подсветил. Когда ты подсветил, явно и есть разница. А если еще ближе, то уже довольно хорошо. Весьма хорошо становится видно. И вот в таких ситуациях, когда ты влезаешь куда-то и не видишь, то ощутимо это, что есть подсветка. В принципе, чтобы вот это все было и при этом была маска дешевая. Есть ли такие маски? Есть. Вот это маска Vita WH-4004. Так, то есть 4004 модель. Сейчас еще посмотрю, где я ее покупал. Так, я назвал, да. WH-4404. 4404. Ну, я на экран вам вкину. При монтаже и ссылку дам. Покупал прямо на сайте сварковита.com. UA, по-моему. Так, сварковита. Сварковита.com. То есть сам сайт компании, не у каких-то перекупщиков. Цена менее 400 гривен. Есть еще модели 4401, 4401. То есть без подсветки, те еще дешевле. Хватает ли ее для домашней работы? Вот вопрос. Хватает ли? А некоторые думают, а вдруг она будет пропускать? А вдруг она будет бить по глазам? Хватает. Для сварки электродами, то есть дуковой сварки, хватает вполне. Но может раз в месяц где-то она не среагирует. В чем еще дело? Есть, есть два датчика. Есть еще два датчика. Бывает, что подлезешь в какое-то такое место, что эти датчики будут закрыты. И ты то сам видишь, а сверху здесь эти датчики закрыло. И заодно батарею солнечную закрыло. Более дорогие модели имеют 4 датчика. Ну тут уже, соответственно, цена идет. Иногда, раз в месяц, может, в два месяца попадется такая ситуация, когда ты куда-то залезешь и вот она раз-реагировала, поймал зайчика. Но, по-моему, это в пределах, как говорится, допустимо. В обычной маске я зайчика вовлю намного чаще в глаза, потому что вот все равно смотришь, смотришь на это место, оно не зажигается, поднял, эх, и уже зажглось. Но тогда, когда ты поднял голову и поймал. Ограничение любых сварочных масок, может, дорогие работают при более низких температурах. Вот, но все они при минус 5, минус 10 работать перестают, потому что это жидкие кристаллы. Жидкие, они на морозе, грубо говоря, замерзают и не могут видоизменяться. А так, для домашних работ, для сварки электродом их хватает в 100% случаев. Ну и маленький экскурс, а зачем же все-таки дорогущие маски? А чему есть такие дорогие маски, если этого хватает? Кстати, в этой маске что порадовало? Весьма хорошая вот эта регуляция. И в 5 положениях наклон сам регулируется на голове. И там больше сжимает, меньше сжимает, выше, ниже. И даже вперед-назад 3 положения есть. Вот, то есть кто в очках, может даже в очках влезть сюда и не будет ему зацепляться. Может, ближе, дальше. Кому-то нос мешает, как мне. А так надо немножко отдалять от головы. То есть, понравилось, что сама вот эта вот насадка намного весьма регулируемая и удобная здесь тканевая прокладка. Понравилось, потому что видел дешевые варианты, то там намного хуже все. Здесь весьма-весьма регулируемая вещь оказалась. Но, дорогие модели, чем же все-таки отличаются дорогие модели? Зачем такие разбросы в цене? Во-первых, дорогие модели более закрыты. Там и голова закрыта, и шея закрыта. Это размеры их различаются. Во-вторых, в дорогих моделях есть 3-4 датчика, как я говорил. То есть, они практически не попадают в такую ситуацию, когда зайчика не поймаешь. В них есть два регулятора. Так, от 5-8 ДИН и 9-13 ДИН. Вот этот 5-8, он идет на газовую сварку. Потому что там не такая яркость, не такие резкие вспышки. Он, этот регулятор, идет на газовую сварку. Там идет несколько степеней чувствительности. Может быть, 3 степени чувствительности. 5 степеней чувствительности. Степень задержки. 3 степени, не 2. Низкая и высокая. 5 степеней чувствительности. Вот такие вот нюансы есть. И они идут, эти дорогие модели, на газовую сварку, на плазменную сварку, на полуавтоматы. Дешевые вот эти модели на полуавтоматы. Будете пропускать зайцев в глаза. В общем, надо покупать что-то дорогое. Ну, будем реалистами, полуавтоматы, это уже считается профессиональной вещью. Для того, соответствующую нужно и покупать маску. Ну, и материал. Здесь какой-то материал простенький из этой маски. Более дорогие маски, они из такого материала, что можешь, например, машину варить. Кстати, машину варить, это удовольствие, которое должен почувствовать каждый. Когда лежишь под машиной, на тебя каплюют капли металла раскаленные. В рукава тебе закапают капли металла, если не завяжешь. Вот, это такой кайф, который почувствуешь. И там должна и шея быть закрыта, и волосы, ну, полностью все. Еще более дорогие модели, они имеют, они также имеют там и подачу кислорода, фильтр воздушный и так далее. То есть, это уже для очень специфических задач. Ну, и еще один нюанс. Те, кто работает 8 часов, годами, каждый день по 8 часов работает, профессиональный, то есть, сварщик, стоит покупать дорогие модели. Почему? Потому что для профессиональных моделей проводится полное тестирование вот этого элемента. В чем нюанс? Иногда некоторые пиксели на вот этих элементах выгорают. Так, и, ну, допустим, 3 пикселя, это еще считается нормой, а их может быть больше выгоревших. Так их не видно, потому что они микроскопические точечки. Вот, глазом их не видно. Если человек 8 часов работает, 8 часов получает вот это излучение ультрафиолетовое, инфракрасное себе в глаза, вот, и там будут выгоревшие пиксели, они это будут пропускать. Нет, будут пропускать. Если ты работаешь, там, лишь время от времени, как в домашних условиях, так, то проблем это не составит, эти несколько пикселей. А вот кто работает целыми днями, так, и годами, то понемножку это будет давать. Это не будет ощущаться, как ожог глаза, это будет бить по сетчатке глаза. То есть, будет падать зрение, и человек не будет знать, почему. А сетчатку глаза не налечишь. Если там убиваются клетки сетчатки глаза, то уже ее не налечишь. Поэтому для профессиональной работы, то есть, длительной, постоянной, нужно брать дорогие маски, где тестируют это все на заводах. И если там какой-то врачок находят, то это идет в дешевые серии. А в профессиональной идут только полностью протестирование, без дефектов, и вот этих пикселей. Вот такой момент. А так, повторяю, ну, еще в профессиональных моделях бывают большие окошки. Более, более большие окошки, хотя не во всех. Есть и дорогие, с небольшими окошками. Это уже не обязательно условие. Вот. Итак, Vita, повторяю, WH4404. Вот такая модель. Еще и с LED-подсветкой, что мне понравилось. При этом все полностью достаточное для сварки электрода. Всем рекомендую. Адрес, кстати, где этот магазин. Ну, фирменный, потому что у перекупщиков, по идее, уже дороже будет. Адрес под видео даю. Смотрите, пользуйтесь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok